Всем привет! Всем отличные пятницы! Сегодня мы смотрим расклад. Тоже хочу сделать такой легкий расклад, как и прошлый. Какие воспоминания вы оставляете у людей о себе? Вот как люди, пообщавшись с вами, повзаимодействовавшись с вами, какой вот послевкусие вы оставляете после себя? Скорее всего, здесь не с теми людьми, которых вы уже знаете долго, и они вас знают, и долго время взаимодействия, а скорее всего новые люди. Когда вы встречаетесь с новыми людьми, это могут быть какие-то вот прохожие, не знаю, просто спросили время, куда пройти, либо какие-нибудь попутчики куда-то вот вы едете вместе, временные, то есть люди новые, да, которые вот, возможно, на какой-то короткий период времени просто про взаимодействие. Может быть, если это ваши клиенты, то это клиент, который, знаете, вот разово пришел и ушел. Вот какое послевкусие вы оставляете после себя? Вот такой расклад мы с вами посмотрим. Так, сегодня у нас с вами пятница, а это значит, есть в разделе сообщества анонс на пятничный Блиц, который буду проводить по выходным, да, но анонс выкладываю в пятницу. Ссылка есть под этим роликом, если что, переходите на личные консультации, тоже записывайтесь, информация есть по ссылке мои услуги под этим роликом, вот. Ну и, в общем, если что, пишите в комментариях, если вдруг что-то забыла и вам интересно знать, ну, либо можете найти меня в телеграм-канале. Так, мы с вами приступаем сразу. Итак, позиция номер один, голубенький камешек. Смотрим. Единички. Какие воспоминания вы оставляете, либо послевкусие, шлейф, не знаю, называйте это как хотите, после себя у людей. Ой, ну смотрите, прям сразу победитель, да, что вы такой уверенный в себе человек, который удовлетворён своей жизнью, который чётко понимает, куда он идёт, что он хочет, достаточно гармоничный, красив внутри и снаружи. Человек на позитиве, который старается нести всегда благие какие-то новости, известия. Человек, который постоянно двигается, развивается. Вот, и такой, знаете, с лёгкой улыбкой на лице, ну приятной наружности. Что ещё? Причём, знаете, вы не просто оставляете шлейф человека позитивным, знаете, и забыл. Нет, вот вас долгое время вас помнят. Почему? Потому что есть у вас какая-то такая изюминка, позитивная, что ли. Вот что-то есть в вашей ауре, что... Вот какой-то свет, что ли. Вот на вас обращаешь внимание так или иначе. То есть даже если с вами не говорить, вот такое ощущение, что вы всё время будете притягивать к себе какое-то внимание людей. И люди будут думать о вас в хорошем ключе. То есть смотри, какой уверенный в себе человек. Либо смотри, какой вот он, допустим, там мастер своего дела. То есть вот как-то вот в позитивном настрое вас думают, что вы тот человек, который добился всего, чего он хотел. Вот такую энергию вы, такой след после себя вы оставляете. Что у вас всё складывается, у вас есть всё, что вам необходимо. Что если вы ставите какие-то цели, то вы их достигаете. То есть вы излучаете энергию безопасности, что ли. Вот с вами... Во-первых, вам можно верить, доверять. За вами можно идти. И плюс такое чувство, что вот с вами не пропадёшь. Понимаете, какая-то вот надёжность идёт от вас. То есть даже если вы там в чём-то не разбираетесь, всё равно вы излучаете такую энергию, что да, я это знаю. Причём, знаете, такая спокойная энергия. Да, я это знаю, сейчас я тебе расскажу. То есть человек даже не сомневается, у него мыслей от него возникает, что в чём-то вот вы не разбираетесь, либо что-то вы не знаете. Ещё какие? Какой след вы после себя оставляете? Человека, который заставляет думать о дальнейшем своём пути. То есть, знаете, вот как-то что-то прекрасное, красивое вы включаете в человеке, что мотивирует его на движение дальше, вот какое-то развитие. Но здесь не просто двигаться дальше, а человек как будто бы задумывается над своим путём, вот что выбрать. То есть здесь выбор идёт. После вас человек должен что-то выбрать. Вы как будто бы для него являетесь каким-то примером, идеалом, и вот по взаимодействию с вами он тоже хочет. Но не обязательно так, как у вас, но что-то своё. Но вот появляется это стремление, что я хочу, мне что-то нужно. Да, вот это какое-то чувство, что здесь не про то, что надо бежать, а именно как-то, знаете, вот красиво человек начинает задуматься о чём-то таком возвышенном, о свете. Здесь свет, любовь, вот какие-то такие высокие вибрации. не то, чтобы вы вдохновляете, а как-то, не знаю, вот просто даже с вами поговорив, либо посмотрев на вас, человек как-то замирает и начинает задумываться, а что у меня в жизни есть, а вот как я хотела, о чём я когда-то мечтала. То есть вы знаете, какие-то такие мысли в нём включаются. Интересно. Ещё, что вы оставляете после себя у людей? Ну, чувство любви, понимаете, чувство любви, чувство прекрасного, вот этот эмоциональный комфорт, такое чувство, что, знаете, наконец-таки человека выслушали, наконец-таки кто-то нашёлся, кто его понял. Ну, очень радостные, приятные энергии. Здесь радость не в контексте, знаете, всплеска эмоций, восхищения, а это что-то такое фоновое, как состояние благодарности, что ли. Вот потом хочется как-то благодарить Вселенную, жизнь. Вот всё хочется после вас как-то благодарить человека за то, что он имеет. Вот я не знаю, почему. Вот вы какое-то что-то прекрасное, что-то красивое несёте в себе, и человек как будто бы вспоминает об этой красоте вот в своей душе, и он начинает расцветать. Ему тоже хочется что-то сделать светлое, доброе. Вот это случается как раз-таки после взаимодействия с вами. Плюс ко всему вы даёте вот это вот какое-то душевное успокоение, что ли. Но это не, понимаете, здесь не про пассивность, здесь про активность, здесь вот как желание, желание каких-то знаний, света, чего-то такого чистого, приятного. Прям очень-очень хочется. Причём ранее как будто бы человек вот в этом ключе не задумывался. Интересно. Ну и последний аркан, не буду большой расклад делать. Да, какие воспоминания вы оставляете у людей о себе? Наверное, человека, который очень многое прошёл в своей жизни, человека, который набил очень много шишек, и человек, у которого сложный путь. Бывают такие люди, когда смотришь, и ты понимаешь, что вот как-то на его лице, может быть, в глазах, может быть, где-то как кто-то в морщинках отображается весь путь, пройденный этим человеком, и какие-то психологические тяжбы. Вот это видно. То есть даже визуально, если вы выглядите моложе своего возраста, и нет морщин, ничего такого, всё равно вот какой-то вот отпечаток на вашей ауре есть того, что человек прошёл какой-то путь, может быть, не всю свою жизнь, но какой-то вот этап у него был очень сложный. То есть здесь такое ощущение, что вот не то, чтобы вас хочется пожалеть, а просто как-то, знаете, может быть, где-то восхититься вашей силой духа, восхититься вашим мужеством, что-ли, храбростью, типа ты столько много прошёл, и невзирая на это, ты всё равно светлый человек. Вот какое-то такое ощущение. Вот. Ну, я сказала последняя карта, значит, это будет последняя карта. Так, вот такой был первый вариант. Прямо это будет, наверное, мини-мини какой-нибудь такой раскладик. Ну, такие тоже нужны. Так, позиция номер два. Да, смотрим, двоечки вы. Какие воспоминания, либо какой отпечаток, шлейф вы оставляете у людей после себя? Здесь, как будто бы, знаете, шлейф человека с какими-то ценностями прям, ну, здесь отпечаток, я не могу сказать, какой-то лёгкой энергии. Здесь достаточно такая, она не тяжёлая, она серьёзная. то есть какая-то серьёзная энергия с семейными ценностями, вот какими-то традициями. То есть, знаете, если здесь, например, человек, который хочет просто легко время провести с вами, он скажет, не-не, не, этот человек не для меня. Здесь сразу брак, дети, семья. Здесь нужно быть осторожным, да? Ну, то есть, допустим, если вы женщина, то мужчина сразу как-то гоп-гоп-гоп и свинтил, если он хочет что-то такое поверхностное, вы как-то оставляете вот этот вот след каких-то традиций, да, какой-то вот культуры, что ли? Ну, серьёзность. Здесь такое ощущение, что, может быть, даже в чём-то и скучноватый, потому что здесь какая-то правильность присутствует, понимаете? серьёзность попахивает каким-то таким тяжёлым, тяжёлым запахом, здесь какая-то энергия, она такая тяжёлая, насыщенная, и, знаете, это как этот, я помню картинки из детства, когда эти ковры, либо там что-то дорожки зимой вытаскивали, и вот прям вытряхивали, либо на землю, на снег ложили, и вот как-то вытряхивали, чтобы потом привнести вот эту свежесть, и очистить свои эти полосы, ковры, дорожки, не знаю, что такое. Вот здесь энергия такая, что вот прям вот хочется вытащить как-то на холодную зиму, да, вот вас, как-то вытряхнуть, чтобы вот эта пыль, эта пыль ушла от вас, да, чтобы вот вы как-то засияли новыми красками, чтобы какая-то свежесть была, то есть вы оставляете после себя след такого достаточно, ну, серьёзного человека, знаете, вот странно для двоек, вообще для меня удивительно странно, потому что обычно у вас лёгкая энергия, но здесь какая-то такая, знаете, серьёзная. Либо, это, знаете, как если мужчина выбирает женщину, да, обычно говорит, посмотри на свою свекровь, и ты поймёшь, да, кто твоя будущая жена, а здесь как будто бы, если бы это были смотрины, надо было обязательно посмотреть, кто такая сестра, тётя, там, бабушка, прям вот, хочется сказать, целый колхоз родственников, вот прям очень-очень много, то есть вы как будто бы входите в какой-то, там, я не знаю, не в какую-то семью, а вот прям какой-то мини-городок, что ли, вот прям все друг друга знают, вот прям все родственники, все там близкие, дальние, и все как-то сообща, вот здесь какая-то такая энергия, да, какие-то традиции, это надо соблюдать, по воскресеньям мы едим вместе, там, я не знаю, утром по воскресеньям ходим в церковь, вот что-то такое, какие-то традиции, да, на Новый год ходим в баню, вот, ну, то есть это немножко пугает, действительно, вот какая-то такая, знаете, упорядочность, семейность, вот здесь вот прям, лично меня напугает, вот если бы я была мужчина, я бы сказала, ой, нет, можно, можно я буду сама по себе, да, вот, но это не говорит, что вы страшные, просто энергия, она такая вот, ну, серьезненькая, серьезненькая, да, то есть это из той категории, что знаете, где вот прям честь, бледут, бдят, или как это правильно сказать, да, вот прям первая ночь, это важна, и вот, вот что-то, какие-то такие традиции, очень серьезные, либо там, я не знаю, какая-нибудь кавказская семья, у которых вот прям, девушку прям охраняет, берегут, у нее там по 10, по 20 братьев, просто так к ней не подойти, вот, что-то такое, вот такую вот энергию, какую-то вы оставляете, хорошо, смотрим еще, какую энергию вы оставляете после себя, да, какие воспоминания, ну, вы тоже непростой человек, смотрите, великие арканы выпадают, да, то есть, вы тоже незабываемые, невзирая вот на иерофанта, аркана умеренности, наоборот, показывает вот как раз-таки то, что свойственно двоечкам, да, вот эта вот мягкость, мягкость, хотела сказать целительство, но здесь не целительство, здесь, понимаете, здесь какое-то, какое-то болото, вот, боюсь зайти, и все, и потом оттуда не вылезу, вот, но, не знаю, есть у вас, то ли у вас какие-то способности, есть там целительство, лечение, либо такая энергия, знаете, как у медиков бывает, это, какие-то вот атрибуты, просто я вижу человека в медицинском халате, вот с колпаком, не могу понять, то ли это врач, то ли это медсестра, но, но, в общем, какой-то медперсонал, то есть, вы оставляете после себя такой след человека, который лечит, лечит, но здесь, понимаете, в чем минус, здесь минус я вижу, здесь не в плюс, такое чувство, вот, как будто бы вас, как личность, не видно, понимаете, то есть, либо семья за вами стоит, либо ваша профессия стоит за вами, то есть, а где вы, где вот ваши какие-то качества, где ваша энергия, здесь это не видно, то есть, вы либо кого-то лечите, либо кого-то обогреваете, да, вот как в семье, все как-то для других, не для себя, ну ладно, еще давайте посмотрим, какие воспоминания, ну вот человека, который как-то, ну слишком чувствительный, может быть, ранимый, разочаровывается, эмоционально здесь идет, почему, потому что, знаете, как-то вот человек, то так, то по-другому, то есть, то сначала как-то верит во что-то хорошее, в такой же силе этой веры, он как будто бы разочаровывается, то есть, например, какой-то период времени говорить, о, это самый лучший человек, либо самая лучшая подруга, а потом вдруг неожиданно встречаешь его, и он говорит, нет, мы уже не общаемся, как так, вы же были самыми близкими подругами, ну так вышло, да, я разочаровалась, либо что-то сделал человек, то есть, вы, вот эта вот своя сентиментальность, да, глаза на мокром месте, вот это считывается, это считывается, ну мне не нравится здесь, что вот прям вот так негативно это все показывают, к сожалению, но в этот раз как-то так показывают, почему, не знаю, может быть, этап у вас какой-то такой, ну давайте еще, может быть, что-нибудь хорошее вытащим, какие воспоминания вы оставляете у людей о себе, ну, пятерка, пендапли, скорее всего, это этап, да, не обращайте внимания, просто этап такой бывает, но человека, который, знаете, как-то, ну, все время ему что-то не хватает, не знаю, неприятные энергии какие-то такие, не то чтобы человек ноет, но вот то, человека, которого все время хочется как-то вот пожалеть, что ли, как-то успокоить, сказать, поддержать, сказать, все у тебя будет хорошо, не переживай, не то, что вы просите, но какая-то такая энергия человека неудачника, понимаете, вот так давайте скажу, так будет более понятнее, либо человеку, который бесконечная вот эта череда проблем, кризисы, проблемы, кризисы, то со здоровьем, то там, я не знаю, с детьми, то с деньгами, то еще что-то, вот как-то, как-то так, поэтому не буду больше говорить, но просто не очень хорошая энергия, я думаю, что это просто этап, не обращайте внимания, вы у меня прекрасные, замечательные, все у вас классно, суперски, просто это какой-то трудный этап, и он у вас пройдет, и энергия сменится, вот, потом как-нибудь, может быть, если вам понравится, мы сделаем еще раз, вот специально для двоечек, переиграем, переиграем, так, хорошо, троечки, какие воспоминания, вы оставляете у людей, либо шлейф после себя, то есть, вот что они помнят о вас, после себя, вашу настороженность, да, вашу настороженность, где-то, может быть, знаете, какую-то отвлеченность, в мыслях, что вот вы как будто бы, что-то там думаете, что-то рассчитываете, планируете, и при этом, знаете, здесь такое чувство, что вы даже на стуле не сидите полной попой, хочется сказать, вы как будто бы на краешке сидите, то есть, человек, который, знаете, готов куда-то пойти, либо готов защищаться, либо готов как-то сражаться, ко всему готов, вот обратите внимание, вы все время почему-то садитесь на краешек, такое, что, знаете, вот я как будто бы ненадолго, я уйду, либо наоборот, готовность как-то защищаться. В общем, такое чувство, что, знаете, как будто глазами все время зыркать туда-сюда как-то вот. Как эти, боже мой, бодигард, как охранники, знаете, которые все время смотрят в пространстве, чтобы никто не напал на их подопечного. То есть они должны быть готовы ко всему. Вот здесь какая-то такая энергия идет. У вас нету беспокойства. Вы достаточно холоднокровны, спокойны внутри, но вот эта вот энергия, что имей в виду, я ко всему готов. То есть если надо куда-то пойти, я готов. Если надо сражаться, я готов. Если там еще что-то надо, я готов. Вот какая-то такая готовность и насторожность. Еще какая энергия? Ну вот, я говорю, энергия движения, да, то есть по колесу фортуны человек, который готов, готов куда-то двигаться, готов к каким-то переменам. Причем, знаете, вот как будто бы в вашей жизни, либо жизнь ваша как-то циклично развивается, либо очень часто что-то меняется в вашей жизни. Ощущение того, что нету какой-то стабильности. То ли вы постоянно в дорогах находите, то ли переезжаете через какой-то определенный цикл времени, да, то есть не относитесь к категории людей, которые там всю жизнь на одном месте где-нибудь прожили, нет. То есть даже хотя бы с района в район, с квартиры на квартиру, вот что-то такое. То есть здесь есть какое-то вот это вот беспокойство в контексте движения. Либо вы с одной работы уходите на другую. То есть вот движение, оно все время есть. Причем, обращаю ваше внимание, здесь нету суеты. Есть движение, но нету суеты. Вы не оставляете впечатление человека такого суетного, суетливого. А оставляете впечатление человека такого, знаете, вот продуманного, ну вот настороженного. Не знаю почему. Здесь движение, да, движение есть. Ну я не думаю, что здесь все-таки про удачу, а здесь скорее всего какая-то цикличность. Цикличность вашей жизни и движение. Еще какие воспоминания? Знаете, как будто вот в своем движении вы все время что-то должны выбрать. Вы как будто бы все время с чем-то определяетесь. Даже не выбрать, а вот как будто бы с чем-то все время определяетесь. Либо и вам надо что-то два. Там, допустим, с вами разговариваешь, куда идешь? И вот вы говорите, а мне сначала надо там, я не знаю, на почту, например, сходить, а потом в магазин зайти что-то купить. Вот как-то вот два, два, два. Два места, два выбора. В семье что-то так. Либо если ищете работу, вам говорят, у тебя же есть работа, а мне все равно надо еще как-то вот подработку, да, то есть какую-то вторую. Что-то дополнительно надо. Почему-то акцент на цифру 2 идет. Вот тут у закупков я просто стараюсь ощутить сейчас, то ли это ваша любовь, то ли вы нуждаетесь в любви. Я склоняюсь к тому, что вот вы как будто бы не то, что вы недолюбленный человек, а вот хочется, знаете, вот как-то обнять себя, что ли. Вот просто обнять, даже ничего не говорить. Здесь не слова поддержки, ничего. Вот просто вот как-то, вот знаете, просто хочется обнять. Обнять человека и вот как-то успокоить его. Не знаю почему. Вот объятие и успокоение идет. Еще какие ощущения вы оставляете после себя у людей? Ну да, мы это знаем, да, император, человек, который все контролирует, управляет. Именно поэтому, скорее всего, здесь хочется вас обнять, да, чтобы как-то сказать, вот, ну, немножко расслабься, да. То есть забрать часть вашего груза на себя. Ну вот у вас, невзирая на то, что очень много ответственности, очень много какой-то работы, вы не будете жаловаться, вам как будто бы так в кайф. Вот вы себя как-то нагружаете, не знаю почему, для чего, вот, но наоборот, если вы разгружены, и вам не хватает нагрузки, вы чувствуете дискомфортно. Вот ваша зона комфорта, да, очень часто, например, и на блицах, и так я слышу, говорят, то есть зона комфорта, у нас в голове есть понимание, что это там, где нам хорошо. На самом деле, зона комфорта – это там, где мы привыкли. Нам комфортно там, где мы привыкли. Есть категория людей, которая привыкла, например, все время жить в недостатке. Ну, в семье не хватало денег, им это комфортно. И когда они попадают, там, не знаю, в каком-нибудь семью, где люди не думают о деньгах, потому что у них всегда есть там полный холодильник, либо всегда есть деньги, они чувствуют себя дискомфортно. И им будет все время желаться вернуться домой, не потому что дома хорошо, а потому что вот эта вот обстановка изобилия, она их напрягает, она их как-то цепляет, раздражает. Они будут подмечать то, что люди там, например, выбрасывают еду, либо готовят только раз в день и никогда не подогревают там на второй день оставшуюся еду. То есть вот такие моменты будут раздражать. зоны комфорта — это то, к чему мы привыкли. И вот ваша зона комфорта — это огромная ответственность, это контроль и огромная ответственность. Если вас поместить в какое-то место, где не надо будет нести какую-то ответственность, не надо будет как-то что-то контролировать, вы очень быстро заболеете. Потому что вам будет дискомфортно. То есть как так? Я привыкла на себе все тащить, а тут тащить не надо. И вы почувствуете вот это чувство, что я не нужна, то есть меня обесценивают. Как тебя обесценить? А наоборот ценят и забирают у тебя ответственность, чтобы тебе легче жилось. Я не хочу легче жить, я хочу вот так, как я привыкла, понимаете? То есть ваша зона комфорта, она вот именно вот в этих тягостах. Вы так привыкли. Это не есть нехорошо и неплохо. Это привычка просто человека, такой образ жизни. И вы оставляете после себя вот это вот ощущение того, что вот за вами, как за каменной стеной, вы обязательно все, ну такой, знаете, ответственный человек, вы обязательно все проконтролируете, ничего не уйдет из вашего поля, все вы увидите, все вы заметите. То есть особенно если это на работе, особенно если это подчиненный, если они сделают какую-то ошибку, они даже не парятся, знают, что вот начальник это заметит, мимо его глаз не пройдет. Вот. Какую-то такую энергию после себя вы оставляете. Ну, человека такого, знаете, с мужской хваткой, но при этом стабильного, да, то есть при всем желании во внешнем мире передвигаться, внутри, как личность, вы очень такая монолитная, очень твердая, сложно как-то вот вас расшатать, неповоротливая, да, вот именно как личность, но при этом в движении, да, вы постоянно, вот у вас что-то меняется, вы куда-то ходите, что-то делаете, то есть движение вовне есть, но как личность вы такая, достаточно фундаментальная. Как-то так. Это был третий камешек, да, третья позиция. Жду ваших комментариев. Приходите на личную консультацию. Темы для раскладов на личную консультацию, аналогичные тем, которые есть у меня на каналах, на этом и на втором. Кстати, кто не подписан, тоже ссылка есть в описании. Можете брать готовый какой-то расклад, да, который вот вы послушали, вам понравилось, если вы хотите, чтобы вам такое сделали, вот готовая вам тема, придете и скажете, вот хочу такой расклад с такими вопросами. Все, не вопрос, сделаем. Это вот если вы иногда задумываетесь, с какими вопросами можно прийти, ну, то есть хотите, но темы, допустим, какой-то конкретной нет. Вот можете взять так. Если есть какая-то проблема, которую хотите решить, учтите, даже если это касается личной жизни, я все время буду копать глубоко, я буду разбираться в причинах, то есть мне не столь важна прогностика, я не смотрю прогнозику, я ее не люблю. Даже если это личное отношение, сколько вот причин, почему вы встретились, какие уроки проходите, да, что вас в этом человеке зацепило, да, почему вы вместе, для чего вот такие вот моменты, да, то есть психоанализ в основном с помощью Таро, это то, на чем я специализируюсь. Ну, вы это знаете, я просто на всякий случай еще раз проговариваю, потому что кто знает, кто что слышит. Так, вот такой расклад. Все, прощаюсь со всеми. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok